На календаре 25 ноября. 145 лет назад, 25 ноября 1870 года, в Самаре торжественно открыли окружной суд. Вся церемония проходила в помещении того самого здания, в котором и по сей день находится губернский храм Фемиды. Появление окружного суда в столице губернии обусловлено судебной земской реформой, которая положила начало новым принципам ведения дел. Теперь суд стал классным и открытым, состязательным процессом и судебным следствием, а первое судебное заседание состоялось уже в феврале. 25 ноября 1886 года в Самаре ввели новые правила борьбы с огнем. Отныне, как только случалось возгорание, на пожарной каланче зажигали фонари. При этом воду экономили, как могли. Во время пожара самарцам строго-настрого запрещалось брать ее из водозаборных колонок. Весть о смерти великого русского писателя Льва Николаевича Толстого в Самарской губернии восприняли как большое горе. Ведь судьба писателя была тесно связана с Самарским краем. 25 ноября 1910 года в Самаре состоялся вечер его памяти. Каждое лето Лев Николаевич приезжал сюда, пил кумы, сообщался с крестьянами. А в непростое время, когда в губернии свирепствовал голод, помогал нуждающимся. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Виталий Аркадьевич Добрусин. Заслуженный журналист России, член Академии российского телевидения, главный редактор проекта «Самарские судьбы», победитель множества всероссийских и международных телевизионных конкурсов. 25 день ноября подарил миру многих выдающихся личностей. Вспомним лишь некоторых. Знаменитый русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, чье имя носит одна из самарских больниц Николай Пирогов. Русский генетик и селекционер Николай Вавилов. Советский государственный и политический деятель Анастас Микоян. Одна из самых харизматичных актрис советского кино. Народная артистка СССР, лауреат множества кинонаград Нонна Мордюкова и другие. Свои именины 25 ноября отмечают Борисы, Владимиры и Константины. Народный календарь сегодня во власти Ивана Милостева. На Ивана обращали внимание на приметы. Если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели. Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились до наших дней. Скатерть сбила, весь свет одела. Бело покрывало, на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло. На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы. На Масленицу, либо на Красную Горку. Поэтому девушкам и юношам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям. Такими событиями вошел в историю 25-й день последнего месяца осени. Отличного настроения и удачи! Редактор субтитров А.Семкин